На территории Сирии с Дайш, наряду с правительственными войсками, борются военизированные группировки локального значения. К ним можно, по сути, отнести курдские подразделения ополченцев из арабских племен. Не так давно они объединились в антитеррористический альянс демократической силы Сирии и смогли занять несколько населенных пунктов, ранее подконтрольных боевикам-исламистам. Нашей съемочной группе удалось побывать в городе Эль-Холл на границе с Ираком и увидеть своими глазами, как выглядело внешне и на бумагах государство Дайш. Exclusive Life News. Город Эль-Холл прежде всего интересен тем, что здесь можно наглядно познакомиться с образом государства, которое создает Дайш на подконтрольных ему территориях. Вот здесь, например, располагался так называемый Исламский суд. Вот черная эмблема или печать пророка, как ее называют террористы. Во дворе, кстати, на стенах надписи не только арабской вязью, но и на английском. Чайна. И это не единственный пример присутствия здесь международного террористического интернационала. Из Китая в Дайш сюда приезжали уйгуры. Представители этой народности не являются этническими китайцами, живут на границе с Афганистаном и Казахстаном, исповедует ислам. Идея возрождения халифата подкупила их. На пути в Эльхол нам встретились дорожные знаки, в том числе и на русском языке. Осторожно, впереди враг. Там большинство здесь, которые в Шададе, в Хольнов родились. Они чеченцы, были успехи, казахстан, люди, которые разговаривают по-русски. А Шададе часто называют военной столицей Дайш. Из Эльхола террористы отступали именно туда. Шададе город-конкурент Раки, претендует на роль центра. Но если там всем заправляют саудиты, то в этой провинции у террористов на главных постах выходцы из Северного Кавказа. Так рассказывают представители военного крыла демократических сил Сирии. Альянса, в настоящее время контролирующего Эльхол. Приезжие радикалы пытались реализовать здесь то, что не получилось сделать с Эмаратом Кавказ. Провозглашенное экстремистами государство в России существовало разве что в виртуальной форме. Здесь же они попытались создать реальные административные институты. Во имя Аллаха Всемилостого, Исламское государство, Вирак и Левант. Исламская полиция, район Камашли, местность Альхоль. Ищется имя заключенного, имя его матери, дата рождения, подозрения, отметки и что он сдал с собой. При Дайше здесь был следственный изолятор и опорный пункт исламской полиции. Наш продюсер находит еще более любопытные документы, объясняющие, почему террористы-иностранцы стекались в Эльхол, как в дом родной. Местные жители сами, еще до Дайш, в считанные месяцы прошли путь от якобы светской оппозиции к шариатским методам самоуправления. Это фронт революционеров Сирии, вот пишется на английском, 2012 года. То есть почти год на волнение. А ровно через несколько месяцев они превратились в Ахрарушан. Что такое Ахрарушан? Вот пишется, шариатский офис в батальоне Ахрарушан. Уже здесь шариат, один шариат. Смотри. Судя по документам, обнаруженным в других административных зданиях, террористы в буквальном смысле переучивали население на экстремистский ладчик. Учителя, прежде чем преподавать в школе, должны были проходить переаттестацию боевика-исламиста из Туниса, говорится в этом объявлении. А чтобы подняться по карьерной лестнице в администрации ДАЭШ, нужно было сдавать экзамен по Корану. Эта зачетка принадлежит игиловцу, некому туркию Сульману, Саудиту. Здесь видно, что он сдал несколько экзаменов на знание Корана. Также стоит пометка, что он погиб. Свои правила террористы установили повсеместно, независимо от жизненной сферы. Будь то торговля в ларьке, на этом плакате значится не принимать сирийские купюры нового образца, чтобы не поддерживать правительство Асада или работа в парикмахерских. Стричься тоже нужно было по строго определенному регламенту. В этой парикмахерской игиловцу запретили стричь бороды. Вот даже предупреждение висит. Если кто-то станет укорачивать или подправлять бороду, попадет под наказание. В своеобразной форме боевики собирали и дань с местного населения. Система налогообложения ДАЭШ тоже опиралась на постулаты, указанные в Коране. Только если в древности люди жертвовали от сердца и добровольно, то тут это требование исламского суда. ДАЭШ распространяли вот эти листовки среди всех жителей. Там объясняется, что нужно сдавать в казну 10% урожая. А с тех, кто откажется, взыщут эту долю насильно. Местных жителей в Эльхоле теперь нет. Та часть, что не сбежала от ДАЭШ в самом начале, теперь ушла вместе с ним. С террористами на этом фронте воюют представители курдского ополчения, арабских племен, населяющих пустыню. И даже бывшие бойцы так называемой свободной сирийской армии, оппозиционной Башру Асаду. Однако сегодня все эти силы образовали альянс против общего врага боевиков-исламистов. До Ирака от Эльхола рукой подать. Вот справа, на линии горизонта, гора Синжар. Она уже в другой стране. Отступление из этого населенного пункта для ДАЭШ фактически означает потерю целого приграничного сектора. Тогда как линию разграничения между двумя государствами террористы контролировали полностью на протяжении последних двух лет. Семен Пеков, Артур Кибеков, Александр Мельников. Граница Сирии и Ирака.